Всем привет! Сегодня хотел показать еще одну разновидность сюжетов на бритвах гравюра от завода Труд Вачи. Сама бритва из моей коллекции 1964 года. О них подробно я рассказывал в самом первом ролике о гравюрах. Ссылку на него, наверное, поставлю в аннотациях. Вот этот вариант идет в такой же коробочке-раскладушке, как и все прочее. Сделано по РТУ-59, бритва, гравюра, завод Труд. Инструкции в комплекте не было, но инструкция здесь шла точно такая же, как и на все бритвы от завода Труд. Сам экземпляр неплохой. Стандартные клеймы даже показывают, ну или покажу. С одной стороны гравюра, с другой стороны ЗТВ, завод Труд Вачи, 1964 год. Ну и на хвостике разные маркировки, как обычно. Экземпляр с такой красивой ручкой, оранжевого, полупрозрачного цвета. Ну и что интересно, это гравировка. Сам сюжет. Сюжет такого типа встречается очень часто, по крайней мере в Украине у нас. Здесь написано «Город Горький». Напомню, так ранее назывался Нижний Новгород. Вот. И изображен тот же самый Канавинский мост. Тот же самый, который изображали на бритвах подарок в сюжете Нижегородская ярмарка. Ссылочку на них тоже поставлю. Кто не смотрел, рекомендую ознакомиться. Очень интересный сюжет, интересные бритвы. Вот. Также здесь слева, с самого левого края рисунка схематично изображена Нижегородская ярмарка. Вот. Ну, главное здесь, это все-таки Канавинский мост и вот этот вот теплоход. Еще один теплоход. На бритвах подарок они тоже с Канавинским мостом ставили более старые типы теплоходов. Вот. Это теплоход более современного типа. Вот. Это судно на подводных крыльях. Называется эта модель судна «Метеор». Они были очень-очень распространены в Советском Союзе. Вот. В 59-м году вышел первый метеор. Был спущен на воду. Хрущев его лично оценивал. Туполев присутствовал, авиаконструктор. Вот. И начиная с 1960-го, после того, как тесты первой модели были благополучно завершены, тестирование. Вот. С 60-го по 99-й год аж было выпущено около четырех сотен метеоров. Это были очень популярные суда на подводных крыльях, которые были дико распространены, встречаются в более чем 20 странах. Вот. Ну и до сих пор многие из них на ходу плавают, возят людей. Вот. Ну, как многие знают, наверное, кто постарше, тем более помнят, судно на подводных крыльях суда. Вот. Это, в первую очередь, речные суда, либо для плавания по побережью морскому. Вот. Они служили для перевозки пассажиров. Передвигались с огромными скоростями. Особенно на то время, 1950-е, 60-е. Это был прорыв для Советского Союза. Метеор мог плыть со скоростью 80 км в час практически. Вот. Перевозить людей между реками. Замечательное судно было. Вот. Ну, поэтому неудивительно, что именно на этом сюжете к этой бритве гравюра изображен именно метеор. Там, конечно, были и другие суда такого же типа. Это и ракеты, и кометы. Вот. Я помню в детстве маленький был. У нас же тут тоже Морюполь, как Приморский город. И у нас был морской порт. Вот. У нас были на подводных крыльях кометы. Вот. Такие суда. Можно было на них... Ну, как прогулочные. Берегом моря можно было поплавать. Вот. Я был маленький, помню. Меня возили родители. Плывешь, там дельфины за самим судном прыгали. Вот. Когда-то у нас даже дельфины в Узовском море водились. Вот. Ну, и рейсы были в Россию. Например, там, Морюполь, Ейск. Можно было там засчитанные часы, там, за час, даже за полтора, доплыть до Ейска на таком судне. Вот. Ну, насколько я знаю, сейчас они вообще не эксплуатируются. Может, в Одессе где-то что-то еще осталось на ходу. Ну, по-моему, в Украине их почти не осталось. Вот. В России до сих пор используются в туристических целях. Вот. Ну, и в других странах периодически встречаются. Вот. Как бы о самих бритвах рассказывать особо больше нечего. Но я о гравюрах делал подробный обзор ранее. Вот. Поэтому ролик получится не очень длинный. Просто хотел показать вот такой вот вариант гравировки с этим метеором, который проплывает под Канавинским мостом. Вот. Бритва 64-го года. Это был самый пик производства этих судов на подводных крыльях. Вот. Поэтому неудивительно, что на таких вот премиальных бритвах их изображали. Чтобы показать советскому народу, что есть хорошего, какие есть современные достижения, достояния именно в технологическом плане. Вот. Ну, и на завершение я вставлю в этот ролик небольшую документалочку именно советских времен об этих метеорах, об этих судах в целом. Вот. Ну, про бритвы там ничего нет. Поэтому кому не интересно, можно уже выключать. Вот. Кому интересно, можете посмотреть. Вот. Там и о метеорах, и о ракетах, и о других там малотоннажных судах довольно интересно. Вот. Ну, а на этом все. До следующего раза. Тысячи рек пересекают во всех направлениях нашу страну. С незапамятных времен они использовались людьми как самые удобные, самой природой созданные пути сообщения. Опередить плавное течение водных потоков, научиться все быстрее и быстрее передвигаться по рекам – вот к чему стремились люди на протяжении многих веков. Но долг и труден был путь ко владению скоростью. Еще каких-нибудь 50-60 лет назад в царской России над матушкой Волгой разносились песни бурлаков «Две-три версты в час – предел человеческих сил». Век пара принес кораблям невиданную до север скорость. Шутка ли сказать – 10 километров в час. Попробуй-то гони. Но все вперед и вперед двигалась человеческая мысль. И вот уже до 15 километров дошла скорость речных судов. В 30-е годы нашего века появились теплоходы со скоростью до 20 километров в час. 10 лет упорного труда прибавили к этой сути еще 6 километров. Многим казалось, что это предел. Ну вот, три года назад на Волжских просторах появилось крылатое судно – ракета. Оно возвещало об открытии новой эры в судостроении. Со стороны казалось, будто ракета летит над водой. 60 километров в час. С такой небывалой скоростью вел этот корабль его капитан, герой Советского Союза, Девятаев. Вскоре советскими судостроителями было создано новое крылатое судно – «Метеор». Опираясь на подводные крылья из нержавеющей стали, «Метеор» может мчаться со скоростью до 80 километров в час. У «Метеора» удивительное сходство с самолетом. Оно проявляется и во внешнем облике судна, и в его внутренней отделке. Здесь 150 пассажирских мест. В салоне использовано оборудование воздушного лайнера Ту-104. Еще никогда волжские пейзажи не проносились с такой быстротой мимо глаз пассажиров. Привычное представление неторопливой прогулки по воде сменилось на этот раз ощущением полета. Да, впечатлений очень много. Исписан уже не один журналистский блокнот. А главного конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Евгеньевича Алексеева так и тянет все время что-то мастерить. Такой уж беспокойный характер. Метеор, легок в управлении, чутко повинует сырулю. Крылатыми речниками зовут теперь капитана Виктора Полуэктова и механика Ивана Буркина. Пока метеор находится в пути, познакомимся с его основными конструктивными особенностями. Принципиальное новшество в этом типе судов – подводные крылья. С увеличением скорости движения плывущего теплохода, эти крылья, обладающие как и крылья самолета большой подъемной силой, начинают плавно поднимать корпус судна. Постепенно освобождаясь от встречного сопротивления воды, теплоход использует всю мощность своих двигателей исключительно для продвижения вперед. Это и позволяет ему развивать большую скорость. Новый пассажирский теплоход «Метеор» осмотрели руководители партии и правительства. Они дали крылатому судну высокую оценку. Никита Сергеевич Хрущев указал, что быстроходные суда на подводных крыльях должны перевозить не только пассажиров, но и грузы. Да, перспективы у судов на подводных крыльях поистине безграничны. Уже скользит по рекам шестиместная молния. 60 км в час – совсем неплохая скорость для веселительной прогулки. Весьма скромно выглядит небольшая лодка-казанка, но ее уже коснулось дыхание новой эры в судостроении. Вот они, подводные крылья, вернее крылышки, которые превратят скромную казанку в стремительную, летящую со скоростью 40 км в час туристскую лодку. Крылатые суда, большие и малые, легкие в управлении, удобные для плавания, быстро завоевали всеобщее признание. Их можно теперь увидеть и на Днепре, и на Каме, на Даугове и реках Сибири. Заканчивает свой скоростной рейс «Метеор». Всего 13 часов 40 минут понадобилось ему, чтобы пройти 900 км водного пути от Москвы до Гольфово. Город Горький – родина многих судов нашего речного флота. Уже более ста лет Сормовскому судостроительному заводу. Именно здесь, в его конструкторском бюро, возникла смелая, дерзновенная идея создать крылатое судно. Здесь собрались конструкторы ракеты, метеора. Лицензии на постройку этих судов хотят приобрести у нас Америка, Англия, Япония, Голландия, Египет – 27 стран. Теперь Сормовичи приступили к постройке нового корабля – «Спутник». Это будет 300-местный крылатый теплоход. В строительстве этого корабля применяется много новшеств. «Спутник» – первое крылатое судно, корпус которого целиком строится из алюминиево-матниевых сплавов. Его вес будет почти в 50 раз меньше, чем у обычного теплохода, рассчитанного на такое же количество пассажиров. Построят Сормовичи и грузовые суда на крыльях. Над расчетами этих судов уже работает знакомый нам энтузиаст крылатых кораблей Ростислав Евгеньевич Алексеев вместе с коллективом конструкторов завода. Для нашей страны потребность в скоростных видах водного транспорта очень велика. Никита Сергеевич сказал, что пора кончать ездить на валах. Нужно создавать действительно скоростные суда. И суда на подводных крыльях являются именно такими судами. Я думаю, что Сормовичи в самом ближайшем будущем создадут как пассажирские, так и грузовые, морские и речные суда. Крылатые суда выходят на широкие водные просторы. Это замечательная победа нашей отечественной техники.